здравствуйте я рад приветствовать всех кто в эту минуту смотрит канал сотник тиви сегодня 16 июня 2020 года и воля ваша что-то такое инфернальное происходит в россии иногда кажется выйдешь в обычный московский дворик хотя почему московский и в питерский дворик в любой другой просто на улицу выйдешь и прямо сразу и встретишь воланда со всей его честной кампанией об этой инфернальности происходящего и о том к чему собственно готовится так внутренне среднестатистическому россиянину мы сегодня будем говорить с литератором и политиком алиной витухновской уж она как мне кажется как никто иной чувствует саму суть происходящего саму природу алина здравствуйте здравствуйте но я хочу сразу же спросить вас с места в карьер очень многие но чуть ли не все обсуждают вот этот храм войны или как там я не знаю который в подмосковной кубинке и там в парке патреон был у меня патреон патриарший собор главный храм вооруженных сил в парк да в парке патриот да главный храм вооруженных сил и название прекрасно да 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 пожалуйста прокомментируйте это достижение не знаю дух духовности российской видите все что происходит как-то захватывает все слои вот сейчас каждый раз с вами обсуждаем что происходит на улицах я вчера впервые побывала в центре у меня была съемка фильма это нельзя было отложить но я единственный человек кто ехал в маске и перчатках все без масок без перчаток пьют гуляют и выглядит это чудовищно потому что мы понимаем что на самом деле ковид никуда не исчез и поведение россиян в период пандемии напоминает поведение жертвенных животных перед закланием и как зловещий ритуал соответственно выглядит освещение этого самого патриаршего собора это действо напоминает древний ацтекский ритуал во имя бога солнца когда на вершинах специально отстроенных пирамид перед приносились массовые человеческие жертвы стой лишь разницы что нынешние агнцы будут преданы богу ковида его вечного правления его земной аватары путина владимира ковидовича так его можно теперь называть владимир ковидович пу наше все да да а вот это вот это готовность людей идти на заклание это готовность людей не верить в очевидное это от страха они не верят или просто они настолько беспечны я думаю что ковид эпидемия ковида послужила триггером которая каким-то образом задела струны массового бессознательного это чем мы сейчас имеем дело и в америке кстати и здесь такие непредвиденные реакции человеческой психики там я так понимаю что люди стали нападать друг на друга и в данном случае там чек с другим цветом кожи а здесь люди просто устали бояться то есть я разговариваю с людьми и они все отдают себе отчет в том что реальная опасность присутствует но все отмечают тот факт что существует такой психологический момент что страха больше нет страх исчез видимо ну наверное на войне происходит то же самое когда человек попадает на войну он прекрасно знает как все это устроено если это образованный человек что с ним может в теории и на практике случится но в какой-то момент он перестает бояться другое дело что поскольку мы живем в мире софт насилия тут все опять совпадает вот с такой классикой как меняется современный мир и как меняется все все в нем все-таки ковид это не чума и это не война то есть эта опасность которую при желании при некотором усилии можно не избежать но минимизировать и почему человек не хочет минимизировать эту опасность но это вопрос уже к психологам которые будут потом изучать происходящее а может быть виноваты все таки еще и пропагандисты которые откровенно врут ну и правительство естественно из каждого утюга у нас 8000 зараженных ежедневно там 8500 8501 8800 заметьте 9000 ни разу еще не назвали то у них наверное разнарядочка такая цифру 9000 не называем ниже 9 ниже 9 вы верите кстати в эти официальные цифры нет ну конечно в официальные цифры не верят никто и даже самые простые люди магазинах и парикмахерских и такси где я разговариваю с людьми самые разные люди не верят и не верят они в пропаганду пропаганда сейчас воспринимается также как она воспринималась наверное последний раз в брежневские времена но так они не верят и почему они так себя ведут беспечно но это же это действительно вопрос к психологам что-то с людьми происходит ковид вот это стресс массовый стресс он повлиял таким образом на людей я я не могу найти рациональное объяснение их поведения но мы с вами об этом говорили я рационалист еще вы знаете вот это интересная вещь цик отказался тестировать на ковид 19 членов и членов избирательных комиссий они сказали если что мы наберем новых это это что-то вообще инфернальное это называется геноцид открытый геноцид циничный геноцид мы видим что сейчас пропаганда до зашла до дошла до какой-то организирующей патологической стадии мы видим что вот это легитимация поправок конституции является для путина опять какой-то сакральной ценностью это некий ритуал тоже интересно ведь законы в стране не работают и мы все об этом знаем и путин знает но как юрист ему сакрально важно этот ритуал провести вот для него это будет легитимация я хочу все-таки повторить свою позицию которую я не изменила за эти дни я считаю что надо проголосовать против поправок потому что тактика бойкота она вообще не работает в принципе вот американский политолог мэтью френкель 2010 году проанализировал по моему 171 попытку бойкота в подобных ситуациях и они срабатывают четырех процентах случаев первый случай это когда есть порог явки и это не наш случай и и второй случай это когда бойкот сопровождается массовыми протестами и это опять не наш случай а навальный говорит что поправки уже приняты а я вам больше скажу сегодня стало известно что уже напечатана новая конституция она продается вы можете пойти и говорит да но конституция продается с там написано о том это к тому что я говорю чтобы эти поправки будут действовать в том случае если 50 процентов ну как это заработает да проголосуют за если ажи ажи они не проголосуют то легитимность обвалится опять эта теория то есть я не говорю что если вы все пойдете и скажете свое нет все будет так но в теории юридически и если что важно отследить до если если там будут наблюдатели если технически все это организовать то она вполне может сработать почему отказываться от такой возможности проявить свой протест я не нахожу этому хорошо окей в 2016 году не сработало в 2018 году не сработало почему сработает сейчас если мы будем исходить из негативного опыта мы вообще не должны ничего делать потому что за 20 лет здесь вообще ничего не сработало вот все эти умные дядечки кто-то куда-то уехал кто-то собирает какие-то форумы кто-то переписывает конституцию и это все как бы не работает но это делается на тот момент на тот как я понимаю случай что есть такая возможность что все-таки когда-то это сработает при благоприятном стечении обстоятельств благоприятное стечение обстоятельств это революция наверно так но не революция что вот выходят люди и все громят революции бывают совершенно разные и революцию делают три процента населения остальные и остальное вся реальность подчиняется потому что у них нет другой возможности я не призываю что-то делать ради того чтобы что-то делать то что навальный как раз не хочет голосовать против убеждает меня в том числе в том что наверно имеет какие-то основания его позиции наверно я считаю что навального в общем-то про путинская позиция что это про путинский персонаж как с которым не хотели говорить ну раз начали да рам относится довольно иронически но это человек который приводит доводы логические юридически юридически безупречное за вот эту позицию проголосовать против единственный довод который я разделяю с навальным это то что идти на участке просто физически опасно то есть если вы принадлежите группе риска если вас нет средств защиты если вы не уверены в себе в своем здоровье лучше этого конечно не делать проголосовать либо через сайт мост гору слуг либо иным образом выразить свой протест за две недели до первого числа мы несколько раз можем придумать как это сделать лучше не говорить это сейчас чтобы власть нас не переиграла но кстати навальный лукавит и здесь потому что это псевдо забота забой о здоровье соотечественников как-то опровергается его недавним твитом о том что если снят карантин значит 27 числа мы можем выйти на на пикеты против 1 но против обнуление и так далее то есть здесь он готов выходить поведение такого политического флюгера поведение мошенников каждый раз меняющие свои слова и и рассчитывающего на то что за этим никто не будет следить лично мне такое поведение не нравится и не внушает доверие я понял мнение как шарик под наперстком алина у меня такой еще вопрос владимир путин написал некую статью про вторую мировую войну статья еще не опубликована но сам факт что он берется за такие темы как мыслитель как писатель как аналитик историк я бы не побоюсь этого громкого слова когда он берется за такую тему не значит ли это не значит ли это что он поглощен самой войной и не обещает ли это приближение нас всех к вратам обещанного рая ну мне кажется что путин давно живет своем особым психическом мире и его это состояние никого особенно не беспокоит но на мой взгляд путин то как раз фигура не ключевая фигура договорная если его рейтинг обвалится кстати если проголосовать против то большей вероятностью что он обвалится он обваливается на глазах те кто его сейчас воспевают с удовольствием отпоют его в том же храме который мы с вами обсуждали в начале эфира так и произойдет это будет такой второй брешни только в более такой трешевой обстановке то о чем он мечтает и то что происходит в реальности это две давно никак не коррелирующие между собой истории вот в гаге проходит суд по делу об мх-17 до сбитым над донбассом как вы считаете будут ли итоги я понимаю что до конца этого суда еще далеко но тем не менее как вы считаете будут ли итоги этого суда неприятные для россии неприятные для путина и его окружения будут ли новые санкции будут ли вот эти все неприятные я полагаю что да я полагаю что люди которые снимаются на обломках боинга причем не так важно реально это боинг или нет они так себя позиционируют но в принципе это вопрос технический его несложно проверить для этого существуют специальные эксперты такие люди как шаргунов и прилепин которые оправируют своим участием военных действиях они должны быть наказаны как военные преступники но я думаю что здесь все очень сильно расслабились мы действительно живем вот в пространстве такого абсолютного беспредела и правового и психического и это не может длиться вечно и не только потому что я рационалист и мне так хочется а потому что современный мир рационален он не может терпеть на своих плечах так долго вот эту всю огромную шевеляющуюся архаичную территорию наполненную безумцами а почему до сих пор они только выражали свою глубокую глубочайшую озабоченность а теперь вдруг возьмут и скажут все хватит терпеть с чего это не произойдет вдруг я же ничего не происходит вдруг все о к сожалению происходит очень медленно но в конце концов это произойдет ну потому что я думаю что просто никому не выгодно все свои экономические бонусы они уже получили но когда опасность каких-то техногенных катастроф которые более чем возможно здесь же не весит что происходит и что произойдет завтра когда опасность безумных действий там со стороны путина мечтающего войне и так далее возрастает но и терпение когда-то кончается но ничто же не длится вечно а сколько просуществовал советский союз а почему нас просуществовал так долго то есть вы полагаете что все-таки россию могут признать страной спонсором терроризма или даже страной террористом я думаю да и какие это будет иметь последствия это же война я опять повторяю что я я считаю что путин на реальную войну не способен и что в конце концов кто-либо дернет я считаю что за это время вполне возможно его просто уберут свои и вот как я говорила от поют в том же храме а потом но есть вот задаете прямые вопросы ждете от них прям от меня прямых ответов но ведь существует искусство дипломатии и искусство политики и люди договариваются между собой не задавая прямые вопросы получая прямые ответы все это происходит каким-то иным образом я все-таки рассчитываю на цивилизованных людей которые умеют договариваться вы знаете я глядя на марию захарова и на господина лаврова как-то не очень верю в искусство дипломатии наши будут действовать только под принуждением да конечно но хорошо сегодня кто-то кто и их может обаять и уговорить они же все очень глупые они все очень тщеславные они все очень психически уязвимые я не психолог я просто вот уверена я чувствую что повлиять на них элементарно главное чтобы это этим кто-то начал заниматься но я не знаю пока что я вижу торжество дипломатии новичка на международном пространстве я вижу что вот в грузии был задержан человек который должен был убить вот этого журналиста габунию да который пару лет назад или там когда обматерил путина с телеэкрана и вот поймали его якобы он там по приказу кадырова должен был убрать этого этот вот парень из дагестана что ли должен был убрать этого габунию отомстить так сказать ну ну не знаю там на шпиллер кацетели приехал полюбоваться и парень ну неважно поэтому мне просто показалось что ваш тезис о дипломатии он такой он такой мне кажется с ними как раз с фашней дипломатию то нельзя разводить никоим образом мне так кажется посмотрите вы же поставили вопрос так что если им делают какие-то резкие замечания предпринимают принимают какие-то резкие меры то начинается война я вам ответила что на этот случай существует масса дипломатических хитростей я их не знаю я и не дипломат но для этого существуют специально обученные люди но политика же не про такое простое дело да и за 20 лет как раз там должны были появиться специальные люди по по общению с дикарями наверно уже есть целые курсы которые разговаривают с представителями которые учатся разговаривать с представителями там мида нашего типа марии захарова я теоретизирую я как опять рационалист предполагаю как она может быть рассчитывая на хороший исход не потому что я оптимиста потому что политика исходящая из негатива она она совершенно бесперспективная да но вы знаете пока что сейчас вспомнил вы про дикарей вспомнили а я подумал о фуражке гитлера которая в этом храме музея хранится и я подумал о том что дикари ведь они по стенам пещеры скальпы развешивали скальпы своих врагов и вот фуражка гитлера наверное в этом храме как раз выполняет роль этого скальпа ну так а мы живем в стране фетишистов видите как до сих пор любят вот эту вот эту форму вот эти все элементы какого-то сада маза салона которые на самом деле выглядят смешно особенно в эпоху постмодерна это все хорошо смотрелось там фильмы какого-нибудь тинта брас или позолини а сейчас это смешно это комикс да это самый настоящий тарантино в самом самом наипошлейшем его исполнении подров подражание я бы тоже сказал но вот сегодня господин мишустин премьер-министр подписал новую доктрину продовольственную продовольственной безопасности доктрина называется да и мне сразу же вспомнилась продовольственная программа которая была принята майским пленумом цк кпсс 1982 году мне сразу вспомнились слова леонида ильича брежнева экономика должна быть экономной и так далее вот это орегономика орегоном не помню но у меня как в подкорке заложено да я увидела этот заголовок да это такая брежневщина ну так это же хорошо а не плохо это показывает нам слабость власти это это дает возможность проводить аналогии с брежневскими временами а мы сами знаем чем они закончили так вот я я и хотел к чему мне мой вопрос то к чему я подвожу означает ли это что нужно ждать возвращение его величества дефицита возвращение продовольственных карточек на талонов так называемых к чему готовится простому россиянину устроить дефицит 21 веке при переизбытке производства конечно очень сложно но большевики и пост большевики умеют считается что и блокада была инициирована большевиками и властью и сталинской и продукты на самом деле были но они скрывались но реальный дефицит даже как как не говорим о блокаде дошли к брежневске времена это конечно уже невозможно а то что мы давно живем в условиях дефицита это заметно даже если пройтись по обычном тц и посмотрите обычную там какую-нибудь модненькую одежду уже несколько лет распродаются товары под видом новых и старых коллекций пятилетней давности трехлетней давности набор вещей мне напоминает я просто обращаю на это внимание может это другой не обращает вот когда была 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 распада берлинской стены когда все социалистические государства распадались и переставали соответственно быть социалистическими я путешествовала по европе это вот набор товаров тех времен это кстати путин же жил в германии и он такой гдэровский персонаж вот это набор таких гдэровских магазинчиков как бы все есть и ничего нет как бы есть но такое вот какое-то не то не село вот такая тоже сера с тех времен так что это конечно будет не дефицит но такой но ничего хорошего не будет вот такое будет не то не село вопрос на самом деле многослойные и и еще еще один под вопрос уже наверное завершая нашу сегодняшнюю с вами беседу вчера на ленинском проспекте произошла перестрелка на человек просто подбежал к людям в погонах к полицейским и начал в них стрелять выяснилось что это уроженец ингушетии ратмир галаев но в общем сейчас ему шьют что он там чуть ли не игиловец что он там чуть ли не там какой-то суровый маджахет и так далее неважно у меня только вопрос состоящий из одного слова началось да нет я думаю что мы имеем дело с каким-то с какой-то девиантной личностью другое дело что если вот такой начать след да начинается что спецслужбы наш как известно очень любят разоблачать придуманные самими преступления а тут и как бы и особо стараться не надо сумасшедшие сделают все за вас это кстати касается и ряда политических активистов которые очень хотят каких-то там походов на дом правительства и так далее но это же все опасно если вам предлагают такие вещи ясное дело что что вас провоцируют и вас используют я думаю что нет ничего не началось это частный случай но здесь надо быть очень внимательными и какой-то общественный резонанс это должно иметь такие вещи надо конечно отслеживать чтобы они не переросли во что-то опасное а когда начнется или не начнется вообще даже не надо ждать что а когда начнется или не начнется вообще и даже и ждать не надо задаете мне такой вопрос который я не могу ответить потому что это было бы дешевым популизмом и помним человека который обещал революцию звали его мальцев и вот он очень сильно похож на на провокатора мы находимся в ситуации когда я пришел я пришел туда в то в назначенный день а он нет я обиделся как журналист надеюсь конечно я как журналист пришел да разумеется ну вот я не могу сказать когда что-либо начнется и начнется ли она вообще в форме вот такой банальной революции или произойдет какой-то внутренний обвал что более вероятно власть выглядит очень неустойчиво еще раз вот этот плебисцит плебисцит всегда проводится тогда когда власть не уверена в своей легитимности была бы она уверена этой бы истории с поправками в конституцию не было она делает это для собственного успокоения такое впечатление что все под ней шатается и под ней шатается и в сознании у людей все шатается да посмотрите на их лица вот кто на лица вот этих военных стоящих в храме это вообще какой-то ужас да сам путин похож на какую-то сдувшуюся уточку игрушку плывущую невесть куда я думаю что мы имеем дело с таким массовым с психическим распадом людей и в том числе коллективного бессознательного и ковид здесь сыграл свою роль еще еще не известно чем он аукнется и строить здесь какие-то прогнозы но я считаю заниматься профанацией ситуация меняется каждый день и и надо отслеживать каждый день и делать новые выводы каждый день спасибо вам большое и так по мнению писателя и политика алины витухновской власть шатается ну а насколько надежными окажутся подпорки в виде штыков покажет время смотрите сотник тв и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok